Начиная свое путешествие с города Шымкент на границу с Китаем, ехать около 1000 километров, буду снимать, что как где заправляться и почем. Первая заправка, не доезжая к городу Тарас, пришлось развернуться, не по пути, потому что она находится. Была проблема, наверное, раза с четвертого только станция запустилась, уж думал ехать на соседнюю. Там вот есть еще у нас РП заправка, там тоже есть зарядная станция, но слава богу, все обошлось. 30 киловатт дает, пойду пока поем. Зарядился до 86%, еду дальше, добрый путь. Рядом метрах 100 от той заправки, где я заправлялся, еще есть заправка РП с быстрой зарядкой на две машины, GBT и CCS-2. Почти доехал до Мерке, вот тут заправка, Казакойл, поставил заряжать машину. Здесь зарядка помощнее, вот показывал 53 киловатта, сейчас опустилась до 48. По крайней мере быстрее сейчас зарядимся, чем на газоэнерджи заправках. Доехали на 9%. Да, лишь бы еще работало. 9%. 90% зарядился, ушел где-то час на зарядку. Сейчас еду в Алма-Ату. Теперь следующая зарядка уже будет в Алма-Ате, в домашней станции, скорее всего. От розетки заряжаться буду теперь. Нет, это получается у нас сейчас идет 16 ампер, давай на 8 поставим. Все, 8 ампер. Машина заряжена на 100%, до Харгоса нам 311 километров, до следующей зарядки 111 километров. Так, заправка газоэнер, село Шелек, дает нам 13,8, но начиналось с 30, но упало до 13. Так, зарядились до 83%, следующая зарядка через 170 километров. Доехали до Жаркента, ИВС заправки, хорошая скорость 47 киловатт, заправка ИРП. Харгос вот в ту сторону, нам пришлось развернуться, потому что не по пути. И тут рядом еще газоэвзаправка. На Жаркенте зарядились до 54%. До Харгоса осталось 58 километров. Все, доехали до Харгоса. От Алматы у нас получилось 337 километров. Тут как город прям. Наши машины продают. 13 600 в Алмате будет эта машина. Вот еще электромобиль. Вот электрические мотоциклы. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...